Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Прошло 18 лет с тех пор, как этот день появился в календаре как памятная дата. Я убежден, что память о национальных трагедиях так же священна, как память о победах. И чрезвычайно важно, чтобы молодые люди обладали не только историческими знаниями, но и гражданскими чувствами. Они были способны эмоционально сопереживать одну из величайших трагедий в истории России. А здесь не все так просто. Два года назад социологи провели опрос. Почти 90% наших граждан, молодых граждан в возрасте от 18 до 24 лет, не смогли даже назвать фамилии известных людей, которые пострадали или погибли в те годы от репрессий. И это, конечно, не может не тревожить. Невозможно представить себе размах террора, от которого пострадали все народы страны. Его пик пришелся на 1937-1938 годы. Волгой народного горя называл Александр Солженицын бесконечный поток репрессированных в то время. На протяжении 20 предвоенных лет уничтожались целые слои и сословия нашего народа. Было практически ликвидировано казачество, раскулачено и обескровлено крестьянство. Политическим преследованием подверглись и интеллигенция, и рабочие, и военные. Подверглись преследованием представители абсолютно всех религиозных конфессий. 30 октября – это день памяти о миллионах искалеченных судеб. О людях, расстрелянных без суда и без следствия. О людях, отправленных в лагеря и ссылки, лишенных гражданских прав за не тот род занятий или за пресловутое социальное происхождение. Клеймо врагов народа и их пособников легло тогда на целые семьи. Давайте только вдумаемся. Миллионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений. Миллионы. Были лишены всех прав. Даже право на достойное человеческое погребение. А долгие годы их имена были просто вычеркнуты из истории. Но до сих пор можно слышать, что эти многочисленные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями. Я убежден, что никакое развитие страны, никакие ее успехи, амбиции не могут достигаться ценой человеческого горя и потерь. Ничто не может ставиться выше ценности человеческой жизни. И репрессиям нет оправдания. Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификацией нашей истории. И почему-то зачастую считаем, что речь идет только о недопустимости пересмотра результата Великой Отечественной войны. Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ. Правда и то, что преступления Сталина не могут умолить подвиги народа, который одержал победу в Великой Отечественной войне. Сделал нашу страну могучей индустриальной державой. Поднял на мировой уровень нашу промышленность, науку, культуру. Вот принять свое прошлое таким, как оно есть, в этом зрелость гражданской позиции. Не менее важно изучать прошлое, преодолевать равнодушие и стремление забыть его трагические стороны. И никто, кроме нас, самих этого не сделает. Год назад в сентябре я был в Магадане. Мемориал Эрнста Неизвестного «Маска скорби» произвел на меня глубокое впечатление. Он ведь был воздвигнут не только на государственные средства, но и на пожертвования. Нам нужны такие музейно-мемориальные центры, которые будут передавать память о пережитом из поколения в поколение. Безусловно, должна быть продолженная работа по поиску мест массовых захоронений, по восстановлению имен погибших, а в случае необходимости их реабилитации. Я знаю, что эта тема волнует и участников моего блога. Вне сложной истории, противоречивой истории, по сути, нашего государства, зачастую просто не понять корни многих наших проблем, трудностей сегодняшней России. Но я еще раз хотел бы сказать, никто, кроме нас самих, наши проблемы не решит. Не воспитает в детях уважение к закону, уважение к правам человека, к ценности человеческой жизни, к нравственным нормам, которые берут начало в наших национальных традициях и в нашей религии. Никто, кроме нас самих, не сохранит историческую память и не передаст ее новым поколениям. Продолжение следует...